Приветствую вас, друзья, гости и подписчики моего канала. Сегодня выходит незапланированное видео, а видео связано в связи с поломкой компрессора. Вчера хотел полакировать глянцевым лаком КАМАЗ, включил компрессор, он сначала работал нормально, потом хлопок, и он начал работать в холостую. Как видите, работает, звук тихий, не слышно, чтобы работал поршень, и давление стоит на нуле. Ну, и что будем делать? Будем разбирать и смотреть, что в нём сломалось. Прежде чем разбирать, друзья, нужно убедиться, что вы выключили компрессор от электропитания, с розетки. Всё-таки это электроинструмент. Нужно быть всё-таки осторожным. У вас нечаянно не ударило током. Сейчас залезем, снимем эту крышку и посмотрим, что случилось. Наверное, всё-таки лучше будет его открутить. Так. 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 Продолжение следует... Сейчас снимем крышку, потом, может, отсоединим, если понадобится, от ресивера. Ну вот, смотрите, какая случилась неисправность. Здесь просто у китайцев, вот здесь на резьбе, закручена резьба, и она приклеивается на клей. И она раскрутилась. У меня уже не первый раз эта поломка, уже второй раз. Первый раз это произошло где-то через полгода после того, как купил компрессор. Конечно, сначала испугался, что случилось, пока не разобрал и не посмотрел, что же у меня за неисправность. В итоге увидел, что не всё так печально и не всё так сложно. Конечно же, обрадовался и отремонтировал её. Но уже прошёл год, и вот она опять раскрутилась. А так просто было залито боксидкой и держалось это всё на боксидке. Теперь надо попробовать закрутить эту деталь назад. Как видите, ничего тут сложного. Вот так вот. Вон даже видно, что она была залито клеем. Сейчас попробуем закрутить. Расслабим поршень. Ну и закрутим назад. Чтобы плотно зажать, пришлось разбирать и эту сторону. Чтобы поддержать ротор, чтобы он не крутился. Сейчас проверим. Не так-то и легко подлезть. Покрутить лишний Mommy. Вот здесь и первый зажер. вот друзья отремонтировал поставил на место самое трудное было резьбу очистить от бокситки которая была наклеена тоже сильно ничего не придумывал как бы закрутил назад если раскрутится то опять придется разбирать опять закручивать чтобы ничего не усложнить в этом процессе и ничего не наделать больше пока все делал уже стемнело кстати пришлось воспользоваться для подсветки вот новым прожектором который взял для видеосъемок для того чтобы когда буду делать модели чтобы у меня был хороший свет надо еще заказать наверно один или два таких прожектора потому что довольно хорошо светят хочу сразу сделать с нескольких сторон чтобы они светили вот прожектор в работе все работает свет очень хороший дает направленный свет установил все на место закрутил теперь проверим работоспособность совсем по-другому заработала вот в принципе одна из из неисправностей которые которая может быть компрессор как видите все ремонтируется все чинится вот поэтому все нормально заработало теперь можно приступать дальше к покраске спасибо друзья кто смотрел может кому-то будет полезно это видео ну до свидания до новых встреч до новых встреч до новых встреч